МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Происходит не в мировых столицах, а на территории маленьких городов, где больше свободы, больше маневров для высказывания и есть огромное поле для эксперимента. Так Тимиртауский ТЮЗ в своем городе, да что и говорить, в своем регионе совершает самые настоящие прорывные проекты в области современного театрального искусства. И совсем скоро ребята большой командой приезжают в Алматы на гастроли. Прямо сейчас мы об этом поговорим с продюсером театра Павлом Авдюковым. Пойдемте в гримёрку. Итак, подготовка к алматинским гастролям начинается прямо в театральной гримёрке. Паша, привет! Привет, Настя! Не каждый день встретишь театрального продюсера за утюгом и гладильной доской, но это означает, что вы очень круто подготовились к алматинским гастролям. Фирменная форма, и такой штукой может похвастаться далеко не каждый алматинский театр. Да, знаешь, это действительно очень важно и приятно. В канун нашего 30-летнего юбилея мы подготовили совместными усилиями очень креативных, крутых ребят футболки для всех служб нашего театра, включая администрацию и актёров. Для нас большая честь вообще носить фирменный логотип и эмблему нашего театра. Мы патриоты своего дела. И да, в этом случае, наверное, театр начинается не с вешалки, а с того, что будет висеть на вешалке в театральной футболке. Я знаю, что есть специальные слоганы для каждой службы, и вы подошли очень креативно. Да, мы действительно озадачились, как сделать так, чтобы каждый сотрудник нашего театра был узнаваем. Сейчас вот на мне, и для тебя я тоже специально приготовил такую футболочку. Здесь написано «администратор». Здесь у нас очень важный момент. На спине написана фраза, которую, наверное, хочет каждый администратор услышать «деньги». Можно на камеру показать, пожалуйста? «Где деньги?» Любовский – известная такая интернет-фраза. Наверное, каждый раз, когда ты отправляешься на гастроли или подсчитываешь прибыль после спектакля, у бухгалтера возникает этот вопрос, а тебе всегда хочется дать положительный ответ. А можно я спрошу, какая надпись у директора? У директора, да. Мы тоже очень долго думали, что же нам разместить на спине у директора, потому что все-таки первое лицо театра – это важно. И здесь креатив важен, но важно не перекамиковать, потому что мы серьезная организация, все это понимают. У директора у нас написана такая восточная мудрость. Написано, что в искусстве управления всегда остаешься учеником. Понятно. Ну, я не могу отказаться от твоего предложения примерить вашу фирменную майку и стать хотя бы на территории нашей программы частью вашей крутой команды. Это очень здорово. Добро пожаловать, Настя. Так, сейчас мы это сделаем. Что ж, это моя первая фирменная театральная майка. Как футболиста меняется формой. Я, в свою очередь, должна в скором времени передать свою майку и своего театра, где я работаю. Все договорились. Тебе мы сделаем такую футболку. Мне кажется, сегодня Dream Team в полном сборе. До гастроли осталось почти 10 дней, буквально 10 шагов до сцены. Я предлагаю на нее нам выйти прямо сейчас. Это пространство трансформа. Именно эта площадка будет принимать гастроли темиртауского тюза уже совсем скоро. Именно здесь мы продолжим наше интервью. Так, я сейчас включу запись. Все работает. Паша? Да, здрасте. Ну что ж, мне очень интересно узнать, как в маленьком региональном городе работает театр, который делает крутые, невероятные вещи. Расскажи, пожалуйста, вообще о своем театре для наших зрителей. У нас отличная труппа, замечательная постановочная часть. Театр достаточно молодой. Я уже сказал, что в этом году мы отмечаем 30-летний юбилей. Театр находится в старой части города, историческая часть города, с которой именно начиналось строительство Темиртау. Здание театра у нас является памятником архитектуры. Оно достаточно старое. И с самого начала, то есть с момента того, как это здание заложили, оно является таким театральным зданием. Либо театральным, либо изначально это было ДК. То есть там всегда на сцене происходили какие-то события. В разные годы на сцене нашего театра был театр немецкий, который сейчас Алмата благополучно нас переманила. У нас был театр музыкальной комедии, который сейчас в Караганде, городе. Театральная столица Казахстана, я смотрю. Практически, да. Прародитель кадров, Темиртау. Помимо того, что это город первого нашего президента, кстати говоря, да, действительно, у нас очень многие театральные коллективы находились на нашей площадке. И вообще, это очаг такой культуры для нашего города. Помимо этого, мы все-таки достойные преемники, надо об этом тоже сказать. Мы не хуже, мы стараемся еще лучше сделать. Мы поддерживаем эти театральные традиции. В нашем регионе мы, в принципе, обеспечиваем такой социальный заказ именно для младшего возраста, для нашего самого маленького зрителя. Ну и, конечно, для старшего поколения тоже. Ну, я знаю, что у вас за последний год-полтора случились достаточно революционные вещи. Расскажи, пожалуйста, о ваших экспериментальных проектах, которые пользуются большой популярностью у зрителей. Я тебя понял. Смотри, вещь такая. Я считаю, что вообще быть театром юного зрителя это большое преимущество. Мало кто про это знает. Ну, типа театр для детей, куколки, игрушки. Есть очень такая интересная штука, что почему-то в обществе у нас есть стереотипные какие-то вещи касательно театров юного зрителя и театров кукол. То есть это всегда все воспринимается как нечто несерьезное. К сожалению, пока еще есть такое заблуждение. Допустим, вот насколько я знаю, в Европе уже давно этого нет. Все прекрасно понимают, что и кукольники, особенно кукольники, это профессионалы просто наивысшего класса, которые это синтетические актеры, которые обладают там способностью и жонглировать, и работать там на туре, и петь, и танцевать, и работать с куклами. То есть это специалисты самого широкого профиля. И, как правило, в театрах юного зрителя трупа тоже крайне работоспособная. Потому что если ты умеешь работать с детской аудиторией, ты умеешь эту аудиторию заинтересовать, ты умеешь ее правильно на какие-то важные вещи сподвигнуть, то со взрослым зрителем тебе гораздо проще будет работать, чем остальным. И мне кажется, что вот моя убежденность, я всегда говорю ребятам, что то, что мы тюз, это плюс. К тебе такое изначально немножко предвзятое отношение, и к тебе относятся, ну что там тюз, да, театр для детей, юношества, там, наверное, и для взрослых ничего нет. И ты всегда можешь удивить. Театральная профессия, вообще работа театра, это умение удивлять, это умение создавать такой вау-эффект, по крайней мере сегодня. И когда мы создаем какие-то вещи, они у нас всегда получаются вау-эффект, потому что от нас этого никто не ожидает. Мы запускаем проект, люди приходят и говорят, ух ты, ничего себе, это у вас, это тюз такое делает, это не драм-театр. Кстати, по поводу таких экспериментов, о которых ты спросила, последнее у нас, что мы сделали, мы на базе нашего театра организовали драма-клаб, это клуб чтения пьес, современной драматургии. Читаем современных авторов, очень интересных, встречаемся с нашим зрителем театральным, к нам приходят люди, которые заинтересованы в новом материале, и у нас очень плодотворные обсуждения после. Да, Алматы дошли слухи, что вы открыли экспериментальную камерную площадку, то, чего не было. Да, этого не было. С помощью, в общем, инициативы нашего директора мы пришли к выводу и к определенным таким необходимости, в общем, мы нашли необходимость для того, чтобы появилась камерная площадка. У нас был малый зал, малый зал был достаточно классический, как это обычно бывает с креслами, с портьерами, с такими тяжелыми шторами, потому что здание, я его сказал, оно историческое, и в конечном итоге мы поняли, что нам нужна такая сцена, black box, которая могла бы трансформироваться, как нам нужно. Очень близкий вот к такому формату европейскому. Да, формат очень похож. Мы действительно убрали все эти тяжелые кресла, мы покрасили зал в черный цвет, мы создали возможность для того, чтобы можно было трансформировать пространство. А как к этому отнеслись старожилы, которые берегли все это наследие? Ну, всегда сначала, конечно, всегда ты сталкиваешься сначала с неприятием, потом в конечном итоге люди понимают, что все изменения не всегда к лучшему, людям становится интересно, зритель приходит сначала настороженно, а потом как-то он понимает, что мы не хотим что-то забрать, уесть, обидеть, мы наоборот хотим дать больше. Наверное, один из девизов нашего театра, это правда, нисколько я сейчас не погрешу против истины, мы всегда отдаем. Неважно, где там, на маленькой площадке, где-то в школе, в детском саду, на совсем крошечной сцене для детсадовского зрителя, или на вечернем спектакле, или на каких-то выездных мероприятиях, таких как гастроли. Мы, у нас большая широкая душа, мы отдаем, мы привыкли отдавать детям, мы отдаем взрослым, мы отдаем людям. Мы всегда говорим это вам. Ну, наверное, и с появления экспериментальной площадки у себя дома появилась эта идея осуществить гастроли в Алматы именно на экспериментальных площадках. Верно? Да, да, все так, Настя. Просто, знаешь, в конечном итоге, когда тебе 30 лет, и неважно, театр ты или человек просто рядовой, у тебя появляется необходимость в каком-то эксперименте. Наверное, в 30 лет люди все уже понимают, чего им хочется от жизни, кто-то созревает для того, чтобы прыгнуть с парашютом, кто-то начинает заниматься дайвингом, кто-то, наконец, понимает, что вот книгу, которую он прочел в 16, можно прочесть сейчас и понять, о чем она. А мы поняли, что мы хотим попробовать что-то такое, выйти из своей зоны комфорта и попробовать нечто такое, чего мы раньше не делали. Как правило, государственные театры, они сотрудничают исключительно с государственными театрами, с площадками, которые им известны. Есть какие-то внутренние договоренности. И эти площадки, они очень стандартны, как правило. То есть мы прекрасно понимаем, как разместить наш коллектив, как все провести так, чтобы нам было это максимально комфортно. А такие площадки, как «Трансформа» и «Театр Артишок» — это новинка. Это что-то такое, где ты выходишь из зоны комфорта. И мы на это пошли. Мы хотим попробовать поработать именно в таком пространстве, чтобы наши актеры почувствовали, каково это работать на таких площадках. Чтобы наши службы попробовали освоить вот этот полевой формат, когда неудобно, непривычно, некомфортно. Потому что у нас большие планы на гастрольную деятельность. И в дальнейшем, я думаю, придется очень много разных площадок попробовать. И попробовать на них поработать и освоить. И делать это нужно будет быстро. И учиться быстро. Ну и так, какие спектакли вы привозите на гастроли в Алматы? Мы привозим спектакли разножанровые. У нас абсолютно, мы составляли именно гастрольный план таким образом, чтобы никто не ушел без ощущения, вернее, с ощущением, что мы забыли кого-то. У нас три вечерних абсолютно разножанровых спектакля и сказки на абсолютно практически любой возраст детский. То есть мы привозим спектакль «Рэй обломов». Это современная такая трактовка произведения обломов. Мы привезем, естественно, Чехова. Потому что плохо тот театр, у кого в репертуаре нет Антона Павловича Чехова. Мы привезем спектакль, который мы назвали «К барьеру». Он состоит из двух чеховских коротких рассказов. «Медведь. Предложение». Я думаю, что и такому среднему поколению будет очень интересно. Потому что он стилистически оформлен, очень грамотно. И актерские работы воистину замечательные. Чехов актуальнее всегда. Едешь на гастроли, бери Чехова, не прогадаешь. И мы привезем, наверное, чуть менее известную, но от этого, наверное, даже более любопытную вещь. Мы привезем спектакль, который называется «Провинциальные анекдоты». Он по произведениям советского драматурга «Вампилова». Очень остроумная вещь, как по мне. Она будет интересна как молодежи, так и представителям более старшего поколения. Там действительно есть и над чем посмеяться, и о чем подумать. А сказки мы везем, которые, наверное, понравятся абсолютно всем нашим маленьким зрителям. Мы привезем спектакль, сказку «Муха-Цикатуха», мы привезем «Кота в сапогах», чтобы третье привезем. Как Маша по грибы ходила. Я уже на самом деле просто выучила репертуары и смотрю даты, какие у меня свободны, чтобы взять детей, взять родителей и пойти в театр. И я хотела бы, чтобы ты сейчас в финале нашего разговора сказал вот три главные причины, почему в кассу нужно бежать прямо сейчас. Ох, это такая интересная, конечно, задача. Ну, пожалуй, я начну с банальных вещей. Я скажу, первая причина, по которой нужно прибежать в кассу и купить билет, насладиться спектаклями театра для детей и юношества, в том, что мы вас очень любим, всех. Мы любим зрителей. Вот любовь – это наш прям хэштег. Это наш месседж, это наш посыл к любому зрителю. Это наш домашний зритель, это зритель на гастролях, где угодно. Везде, куда мы приезжаем, если есть зал и если есть мы, будет много любви. Поэтому мы любим театр, мы любим наших зрителей. Это первая причина. Вторая причина в том, что сейчас мы находимся в состоянии творческого поиска. То есть мы идем на определенные компромиссы, на определенные эксперименты, а за этим всегда интересно наблюдать. То есть театр, который становится ближе к зрителю, и мы готовы к общению. То есть всеми нашими проектами мы сейчас стараемся доказать одну простую вещь, что сегодня, неважно, какой это театр, государственный или частный, мы сегодня обязаны общаться, мы должны говорить. И третья причина, она, наверное, самая интересная, мне кажется, она самая важная. Мы сделаем аншлаги и обязательно приедем еще раз. Ну, мне кажется, причин более чем достаточно, и разговор у нас очень получился такой насыщенный. И события, гастрольные события в Алматы случаются не так часто. Я приглашаю всех наших зрителей, всех алматинцев внимательно следить за афишей, за событиями, которые происходят в городе, планировать свое время, рассказывать детям, что такое театр, открывать для себя новые театральные имена и прекрасно проводить время вместе с замечательными людьми. Ну что ж, вся съемочная команда программы Stories прощается с вами до следующей недели. Не забывайте, что каждый день мы находимся в поиске интересных героев и историй из мира современного искусства и креативных индустрий. И каждую неделю по воскресеньям мы делимся с вами своими открытиями. До встречи на телеканале Атамикен Бизнес. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова